Саша Машины Сашина страсть Он знал все марки советских автомобилей Саша подошел к гаражу Осторожно заглянул и остановился на пороге Дальше идти без разрешения, он боялся Шофер, совсем молодой на вид парень Возился в моторе Волги Он поднял голову и улыбнулся Смешно и какой Здорово Здравствуйте, дядя Здравствуй, малый, если не шутишь Я не шучу Я уже не маленький Ну-ну-ну-ну, не обижайся Помоги, лучше, если хочешь Конечно, хочу Вон там, в глубине Да в глубине, вон там Водопровод, вот тебе ведро Принеси воды Я мигал В гараже было полутемно, но Саша Совсем не боялся Он легко и свободно шел среди машин Потом набрал полное ведро От неловкости облил себе ноги И хотя в жизни не притащил Ни одного ведра воды Благополучно вручил свою ношу шоферу Ну ты молодец Силач, а Спасибо Ну заходи, когда будет время Обязательно зайду Я ведь живу в этом доме До встречи, помощник Шофер уехал А у Саши на руке Осталась широкая темная полоса След машинного масла Ах, жалко, что во дворе не было ребят Некому было показать шоферскую заметку Так и ушел Саша домой Но шофера теперь считал лучшим своим другом Прошло несколько дней Каждый раз, проходя мимо гаража Саша вспоминал своего друга Бабой, помнишь, я тебе про шофера рассказывал А как же А где он, твой друг? Уехал, наверное, куда-то А гараж его Вон Видишь В конце двора Где-где? Да вон Ну, за последним подъездом Это? Ну, вон же, вон А, этот, что ли? Ага Ой, батюшки Ты что ты, бабка, куда ты лезешь-то? На что тебе рот разевать? Подтолкану крылом Хотя не заберешь Это кричали на Сашину бабушку Самого хорошего, доброго человека И кричал не кто-нибудь А его друг Шофер Саша покраснел Потом побелел И вдруг бросился со всех ног за машиной Он подскочил к шоферу Подтянулся к кабине И крикнул в лицо шоферу Если вы еще раз Когда-нибудь закричите на мою бабушку Я вас Я Я вас ударю Ух ты! Рыцарь какой нашелся Прямо благородный какой рыцарь Больше он ничего не мог сказать Может быть, ему было стыдно До сих пор он часто вот так гремел басом на людей И никогда не задумывался, что обижает их Он кричал на них и уезжал дальше своей дорогой А тут впервые Ему сказали такие слова И кто сказал? Маленький мальчик, которого он мог одним щелчком опрокинуть на землю А Саша стоял перед ним Как дикий зверек Решительный, отчаянный Он совсем не боялся И это было с ним впервые Ну, прости, малый Виноват я Ну, кругом виноват И вы, мамаш, простите великодушно Да ладно Что вы Пустяки какие Езжайте своей дорогой Езжайте Он тронул машину И помахал Сашу Бабушка хотела сначала Отругать Сашу Но потом Передумала Разве можно ругать человека За благородные поступки Ведь до чего дожила Мой внук За меня заступился Значит, не зря я сидела около него ночами Когда он болел Жив человечек А человечек Взглянул на бабушку Ее глаза пели Пели тысячи мелких морщинок глаз Пели губы И почему-то Расползались в улыбку Саша и не думал Что его бабушка Может так весело И молодо Улыбаться Отправились три брата Пьер Жан и Жак В дальние края счастье искать Прихватив с собой наследство Которое оставил им отец Пьер вел на поводке Большого черного кота Жан шагал с петухом А Жак нес под мышкой серп Который не мяукал И не кукарекал Но хорошо жал пшеницу Много дней прошагал старший брат Пьер Со своим котом Пока не зашел В неведомое королевство Ох умора У королевского дворца Людей видимо-невидимо И все с палками За мышами гоняются Будь ты на нашем месте Чужеземец Ты бы так не смеялся Не знаешь видно Каково с мышами Разбойников твоевать Эй, да мне никакого труда Не стоит любую мышь поймать Глядите-ка Эй, котик Лови их Ой, боже Поймал мышь И несет в зубах хозяину Кто это это? Этот зверь называется кот А людей он не ест? Да нет, что вы Так пойдем скорее к королю Он дорого заплатит За такого зверя За сколько Ты его мне продашь? Нет, ваше величество Я не могу с ним расстаться Да Но он мне так нравится Что я за него Пол королевству не пожалею Продай Не могу А, впрочем Отдадите мне в жены вашу дочь Тогда и дело решено И я с котом не расстанусь И вы его получите Котик Котик Ладно Сегодня и свадьбу сыграем Ну а Жан Средний брат Шел, шел И тоже пришел В неведомое королевство И петух, конечно, с ним Целый день Проискал он ночлега А вечером И ему пришлось удивиться Ну и брехот Выехала с королевского двора Огромная колесница Дворными лошадьми запряжена Глядей-ка, Петя Колесница-то на восток отправилась Эй, чужие строги Построги А куда это едет ваша упряжка? За завтрашним днем Ну А когда же у вас ночь кончается? Да когда в девять Когда в десять утра Да когда колесница обратно Прогромыхает Ну ладно Некогда мне Я поехал Э-э-э, да у них, наверное, о петухах-то и не слыхали, да, Петя? Следующей ночью посадил Жан петуха на подоконник и окно пошире раскрыл А во дворце переполох Как же так в три часа ночи звуки неведомые? Вызвал король к себе чужеземца Рассвет ты устроил? Я, ваше величество, вернее, вот эта живность Ой, как эта птица зовется? Петух, ваше величество Продай его мне, сколько назовешь, и все твое Нет, нет, ваше величество, мой петух не продается Ни за серебро, ни за золото Ну, какая? А вот если вы отдадите мне в жены вашу дочь, вот тогда Я согласен, согласен Ой, да чего выгодно сторговались Ну, а младший Жак не раз хотел свой серб выбросить, да все жалко было И вот пришел он, как и его братья, в чужую страну Ну и ну, ходят по пшеничному полю крестьяне, и зерно с колосив пшеницы палками сшибают Эй, давайте покажу, как пшеницу жать И как вы уже догадались, узнал и король этой страны про диковину Продай мне твой серб А он не продается А тогда, может, возьмешь в жены мою дочь А то ее никак не выдам, а серб мне Осташа, согласен Ура! Сегодня же и свадьба Вскоре встретились Пьер, Жан и Жак Каждый счастлив и богат, и у людей в почете А все почему? Все из загота Петуха До серба Который не мяукал и не кукарекал, но хорошо жал пшеницу Который не мяукал, но хорошо жал пшеницу Который не мяукал и не кукарекал, но хорошо жал пшеницу